Славянск-на-Кубани по праву считается спортивным городом. Немало славянских спортсменов прославляют своими достижениями наш город. Недавно копилка спортивных успехов пополнилась еще одной победой. Команда детско-юношеской спортивной школы «Виктория» вернулась с турнира по футболу с Кубком губернатора. С юными победителями пообщались Тина Капачевская и Игорь Ванчугов. Турнир по футболу на Кубок губернатора Кубани проводится уже много лет. Его цель – организация досуга детей и подростков в период летних каникул. «Развитие массового футбола в крае», «Выявление талантливых юных футболистов». Он традиционно проходит в три этапа. Из 46 команд в финал попали только шесть, в их числе и славянские футболисты. В финальной игре им удалось стать лучшими в средневозрастной категории. Со счетом 4-0 они одержали победу. Собственно, никаких проблем не было, я даже сам не ожидал. Мы были явно сильнее всех. Результат говорит о себе. В финале мы выиграли 4-0. Поэтому, сами понимаете, что нам удался этот турнир очень легко. Александр Воронков вот уже 15 лет воспитывает настоящих спортсменов. Команду специализированной детско-юношеской спортивной школы «Виктория» он начал тренировать всего год назад. Победой своих подопечных Александр Воронков, конечно, гордится. Но хвалить их за это не собирается. В этом и заключается воспитание настоящих сильных спортсменов. Хороший тренер никогда не должен быть доволен своей командой, говорит Александр. Иначе на этом профессиональный рост спортсменов останавливается. Есть много недостатков, которые я вижу. Я смотрю, в первую очередь, на недостатки, а не на преимущества детей. Естественно, я их хвалю, но больше ругаю. Капитан команды Дмитрий Таран футболом занимается 7 лет. Победе, говорит спортсмен, очень рад. Ведь для команды она многое значит. За всеми тренировками спортсмена наблюдает отец Дмитрия – Юрий Таран. Говорит, еще ни одной не пропустил. Он и привел его за руку на стадион, когда Диме было всего 6 лет. А сейчас Юрий Таран испытывает гордость за сына. Всегда, когда победа рада, все родители рады. Ждем новых побед, ждем всегда турниров следующих. Победа не только всегда радует, но и дает возможность двигаться и стремиться только вперед. Поэтому можно с уверенностью сказать, что команда славянских спортсменов впереди ждет много новых спортивных высот. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова